Масая, по снегу? Не дотрагивайся до ног, они очень холодные. Давай их сюда греться. Они и так скоро согреются. А ты, ты скажи поскорее, что любишь меня. Я люблю тебя, крольчонок. Феерия чувств, испанский колорит и яркая игра актеров. Буквально с первого взгляда действия на сцене завораживают и приковывают. Захватывающая линия сюжета окрашена народными поговорками партизан-антифашистов, звуками гитары и кастаньет, выразительной хореографией. Спектакль «По ком звонит колокол» по роману Эрнеста Хемингуэя теперь можно увидеть в Иркутском драмтеатре. Художник-постановщик Хан Али Аюбов привнес спектакль «Акцентные световые эффекты». Вместе с актерами зрители переносятся в далекий 1937 год, во времена Гражданской войны против режима франка и фашизма в Испании. Главному герою Роберту предстоит сорвать наступление врага, взорвав мост. Спектакль построен как воспоминание от имени сына ведущего персонажа, мальчика Эрнеста. Специально для постановки юный артист Сергей Алексеенко научился играть на гитаре. Еще одна героиня – цыганка Пилар в лице актрисы Натальи Родиной. Исполняет жгучий фламенко. Харизматичный Дмитрий Чекризов в роли Хоакина исполнил эмоциональный танец с быками в стилистике «Ла Корида». Режиссер Иван Гущин играет здесь главную роль – Роберта, а его возлюбленную Марию – Ольга Горогуля. Премьера запланирована на 10 февраля этого года. «Задумка появилась, наверное, лет 10 назад. То есть это прям длительный процесс. Я начал портить роман лет 10 назад, сокращать его, сокращать еще, уменьшать количество персонажей, выводить главную линию. Вот. И сейчас наступил момент, когда, видимо, уже стало не в моготу, не ставить. Мы поставили». Начало февраля ознаменуется еще одним ярким событием – встречей буддийского белого месяца или, по-другому, Сага Алгана. В этом году он выпал на субботу 10 февраля, поэтому 12 февраля в Бурятии объявлен официальным выходным днем. Сага Алган празднует целый месяц. Он отождествляет наступление весны и приход Нового года по лунному календарю. Для бурят это традиционное и долгожданное семейное торжество. По обычаю, во время проведения праздника они ходят в гости к родственникам и близким с угощениями, которые называются «белой пищей». Накануне Сага Алгана в доме нужно навести порядок, подготовить нарядную и красивую одежду. При этом предпочтение отдается национальной. А после буддисты принимают участие в особенных ритуалах. Один из важных – это обряд очищения. В этом году они начнутся 6 февраля. В первый день праздника буряты поздравляют своих близких и главное условие здесь – быть в традиционном головном уборе. На следующий день навещают дальних родственников. В Бурятии в городах на центральных площадях устраивают народные гуляния, водят йохар, показывают театрализованные представления и проводят бурятские игры. Малена Мартынова, Юрий Рябчиков. Новости сейчас.